Вадим Попов Шаман Охотник за планетами Шаман с чужой планеты Моим родителям с любовью и благодарностью Часть первая Кровь с молоком Глава первая Привет, пилоты! Шаман на борту нужен? Глядя в глаза капитану, которого он опознал по значку классности над черно-синим шевроном Союза вольных торговцев на рукаве комбинезона, Яр Гриднев улыбнулся и присел на траву Сбросил с плеча ремень и пристроил чехол с посохом на коленях Рослый мужчина, одетый в такой же летный комбинезон, сидевший рядом с капитаном Едва заметно насторожился и переместил руку поближе к кобуре «Где же твой бубен, шаман?» Спросил капитан вместо приветствия, ощупав взглядом рюкзак за спиной Яра «Нет у меня бубна» «А чем стучать будешь?» «Посохом яранским стучать буду» «Так вам шаман нужен или танцор с бубном в шкурах?» Капитан посопел и потянулся за электронным планшетом «Предъявляй инфу, психарь, а там говорить будем» Яр протянул узкую фластинку с чипом электронного удостоверения Сбросив данные на планшет капитан погрузился в чтение Сейчас он перебирал статистику полетов Яра в качестве психотехника и как простого пассажира Правда, платить за пассажирское место Яру приходилось всего пару раз Любая команда почитала большой удачей взять хорошего психотехника на борт, даже на часть рейса «Не знаю» Капитан странно тянул время, словно был готов согласиться, но что-то мешало им это сделать «Извините, ребятки, на Метрополис в ближайший месяц, сальса, летите только вы, и вам уж придется меня взять» «Так или иначе» Яр протянул капитану синий с серебром жетон полицейского управления и старательно улыбнулся Ребятки заметно напряглись «Так ты из этих?» По мере сканирования жетона дружелюбие в голосе капитана не прибавилось, зато возникла некоторая покорность судьбе «Межгалактический отдел поведенческих реакций, временный сотрудник, но полномочий до хрена» Капитан переглянулся с пилотом и пожал плечами, а потом протянул яру руку «Капитан Ежи Чанг, а это первый помощник Аккер, добро пожаловать на борт, нам давно пора прыгать с этой каменюки, так что можешь начинать готовить корабль к старту» Глава вторая Это был небольшой корабль-торговец из тех потрепанных судов, которые не принадлежат ни одной из торговых корпораций, но на страх и риск частного владельца могут пересекать всю исследованную часть Вселенной, от Солнечной системы до родных систем чужих, торгуя всем, чем можно, а порой и тем, чем нельзя В трюме такого корабля можно было обнаружить все, что угодно От необработанной урановой руды до кристаллов ирканской воды, сохраняющих ее целебные свойства в магнитных ловушках От запрещенных в большинстве миров псилосомы до партий поддержанных армейских ремонтных дроидов, которые очень ценятся на осваиваемых планетах за неприхотливость и универсальность Многие капитаны, которые сплошь и рядом сами были хозяева своих судов, если и не опускались до обычного пиратства, то нередко торговали и рабами, и оружием, и наркотиками Периодически очередной заигравшийся авантюрист вместе со всей командой отправлялся на тюремную планету, чтобы до конца дней своих, как любили говорить полицейские остряки, делать из больших астероидов маленькие Впрочем, нежелавшие подчиниться командам патрульного крейсера корабль нередко просто уничтожали На необъятных пространствах, на которых существовало расселившееся по сотням планет человечества, хотя бы видимость порядка можно было поддерживать, только принимая жесткие меры к его нарушителям Капитан Ленинграда-115 не был ни пиратом, ни контрабандистом Корабль Ежи Чанга курсировал между несколькими галактиками Тержанской Федерации, в основном пробавляясь не слишком выгодными поставками оборудования и продовольствия на шахтерские планеты Ежи Чанг был не склонен к риску, поэтому волей случая, оставшись без психотехника, продолжать рейс не торопился Разумеется, внезапное появление недостающего специалиста с солидными рекомендациями его обрадовало Но, как и большинство пилотов, к полицейским он относился с некоторым предубеждением Естественно, самому приглашать на корабль человека, работающего на полицию, капитану не хотелось Но парень вроде бы оказался ничего, нос не задирал И на жесткую койку в такой же, как у всех, узкой, как спасательные капсулы каюте, жаловаться не стал Надо приглядеться, может сгодиться и на постоянное место в экипаж Да и сколько можно сидеть на этой захолустной планете, а тут такой случай? Вот сейчас закончит свой ритуал и полетим Ежи Чанг сам себя подбадривал, чувствуя, что не может по-настоящему обрадоваться разрешению ситуации Что-то мешало Неясное предчувствие заставило его забыть про остывающий перед ним кофе Перед тем, как начать ритуал, Яр вежливо выгнал всех из корабля и попросил постоять в сторонке И теперь, развернувшись на потрескавшемся пластиковом сидении продавленного диванчика в кафе Космопорта Ежи Чанг смотрел и смотрел сквозь давно не протиравшееся оконное стекло, как работает психарь Глава третья Парень с коротким посохом в правой руке медленно обходил Ленинград-115 по часовой стрелке Глаза шамана были полузакрыты Яранский посох, несмотря на свой небольшой размер, издавал странный полустук, полушелест Который был вполне отчетливо слышен на бетонном пятачке между двух лавок рядом с кафе Где десяток человек из разных экипажей и обслуги Космопорта курили после обеда Сейчас пилоты закончили обсуждать Те или не те фильмы были закачаны в корабельные компьютеры на прошлых стоянках Кто и что успел посмотреть во время вынужденного безделья, во время гиперпрыжка А также сколько и каких фильмов следует попробовать уломать капитанов закачать на следующей торговой станции Разговор сам с собой затих, только потусторонне постукивал посох Все разглядывали нового психотехника с Ленинграда-115 Ничего примечательного в нем не было Джинсы, куртка, рост выше среднего, падающие на глаза челка Фигура с посохом прекратила перемещение по кругу Остановившись рядом с одной из опор корабля Посох то медленнее, то быстрее ходил вдоль нее По-прежнему издавая свой странный звук и не касаясь нагретого на солнце металла «Клоун!» — как-то кисло произнес один из механиков Космопорта Щуплый молодой негр, выцарапывая из кармана полукомбинезонную сигаретную пачку «Клоун-то клоун! А вот скажи, Джоник!» — обратился к механику старшей смены, аккуратно туша окурок о краюрны «Ты пневмосистему в стойках после посадки того корабля проверял?» Джоник принялся молча сплевывать, пытаясь попасть в трещину на бетоне Фигура на несколько секунд замерла Затем, встряхивая посохом, повернулась вокруг своей оси и вновь остановилась Потом Яр открыл глаза, посмотрел в сторону курящих и сделал приглашающий жест рукой В этот момент второй пилот Ленинграда-115 Каминский, держа рукой с сигаретой на отлете Повернула голову, чтобы через плечо сказать обнимавшему ее первому пилоту Аккеру Какую-то шуточку в адрес незадачливого Джоника Ее глаза поймали жест Яра, и в тот же момент ее улыбка куда-то исчезла, а сигарета выскользнула из пальцев «Нинель-то обалдела?» Аккер дернул ногой, встряхивая с брючей на горящую сигарету «Похоже, сегодня кому-то нагорит» Ухмылился старший сменой, окинув взглядом механика и пошел к кораблю Джоник пнул ногой урну и, повторив что-то про чертова клоуна со всеми его родственниками, поплелся за начальником Высвободившись из объятий Аккера, Нинель задрала голову, посмотрела ему в лицо и дернула за рукав «Пошли в кафе» «Ты не наелась?» «Только что же» Нинель склонила голову к его левому плечу и негромко вздохнула «Аккер» Пилот узнал эту проникновенную интонацию девушки, которая в сочетании с мимикой говорила о готовности Нинели проявить свой непростой характер во всей красе Если ее не услышат и не сделают так, как она хочет Аккер развел руками, стараясь не задеть никого из курящих вокруг звездолетчиков Что при его телосложении могло привести как минимум к легким телесным повреждениям И кивнув, отправился вслед за Камински Кафе в космопорте «Альса» было стандартным заведением для планеты, служившей шахтерской базой На которую туристов калачом не заманишь Кафе в космопорте «Альса» было стандартным заведением для планеты, служившей шахтерской базой